Давайте подведем итог, выделив основные моменты. Кенома была создана Пистис Софией, а Архонты обрели дух из дыхания Пистис. Изначально созданные как физические существа без духа, Архонты начали внутреннюю борьбу, и Кенома оказалась теневым миром, где Архонты копировали и перевертывали то, что было создано в Плероме и позднее, в Орионе. Пистис явила себя в космической воде, а также явила образ совершенного человека. Архонты поняли, что есть нечто большее, чем они и стали тревожиться и завидовать. Когда Саваоф, пятый по счету Архонт понял, что Пистис могущественнее, он раскаялся и пошел с ней. Пистис выделила восьмое небо из остальной Кеномы, вдула в него много духа и отдала Саваофу, чтобы однажды оно стало его царством. Пистис проявила на восьмом небе андрогинное существо. А духотворенное физическое существо по имени Зоя София, которая стала спутницей Саваофа на Орионе. Она рассказала ему все, что ему нужно было знать, чтобы стать командующим над другими Архонтами и таким образом соперничать с его отцом, Елдобаофом, и первенцем Елдобаофа, Атотом, он же Н. Ки. У Пистис был план, разработанный ею саму и ее партнером, первым человеком, без которого она изначально создала и без разрешения богини-матери, в результате чего возникла Кенома, мертвая область внутри Плеромы. Ради всех царств ей нужно было вернуть дух, который она растратила в Кеноме, но она не могла этого сделать, потому что Елдобаоф держался за него, буквально, как за жизнь. Без него он бы точно умер, растворился и потерял свою личность. Задачей Саваофа стало создание на восьмом небе андрогинной расы, которая могла бы функционировать как в полудуховном Орионе, так и в физической Кеноме. Эта раса должна была принимать участие в делах Кеномы и узнавать о том, что делают Архонты. Пистис и даже Зоя и Саваоф в своих орионских воплощениях, не могут спуститься в низшие аспекты Кеномы из-за своей частоты и вибраций. Чтобы спуститься в Кеному, им нужно разделить себя. Таким образом, они становятся не Нуртой и первой Евой, впоследствии Зидой в Египте. Но им нужна была целая группа душ, чтобы выполнить миссию по возвращению духа от Архонтов, чтобы Плерома в конечном итоге смогла вновь поглотить всю физическую вселенную, включая физическую часть Ориона. Саваоф создал группу полуфизических душ с душами-разумами, которые могли действовать как в Орионе, так и в Кеноме. Зоя снабдила этих существ духом уже с рождения, чтобы они могли также соединяться с Плеромой и таким образом, отчитываться перед Пистис и Совершенным Человеком. Пистис и Совершенный Человек в воплощении Геродомас не спасла ли дух в каждого индивидума этой новой группы душ, подобно тому как Солнце испускает множество лучей света в космическую воду. При этом каждый луч по-прежнему принадлежит и связан с одним и тем же Солнцем. Таким образом, эта новая группа душ была одушевлена, как только была создана, потому что они имели дух, прикрепленный к их физическим телам через их ДНК. Эти существа были помещены в Теомат, и родились как на Млуу. На Млуу были многомерными и постоянно отчитывались перед Плеромой через дух, который был прикреплен к ним с самого начала. Эти существа не должны были умирать благодаря духу внутри них, с которым они были полностью связаны. Их целью было выполнить свою миссию за один раз и затем уйти из киномы. Однако мы все знаем, что произошло. К концу второй конструкции Н. Киеву архантические помощники создали Адама, первого Homo sapiens, и снова Зоя спустилась как Ева и вдула дух в Адама, позволив всем главным архонтам внести свой вклад своими ДНК, это был обманный трюк Ориона. Плерома и Орион хотели, чтобы мы добрались до архонтов изнутри тел sapiensu, чтобы осудить их и просветить, чтобы их дух мог быть увиден и поглощен. Это не удалось, поскольку верхние царства теперь знали, что каждое действие с их стороны всегда вызывает противодействие со стороны архонтов. Это была битва, которую, казалось, невозможно выиграть ни одной из сторон. Архонты, цари-ханы, сирианцы заманили нас в ловушку и сделали своими рабами, заложниками и производителями луша, чтобы архонты могли поддерживать свою жизнь за наш счет, одновременно истощая нас. Они значительно понизили плотность земли, так что мы получили полную амнезию и забыли, кто мы такие, откуда пришли, почему мы здесь и куда идем. Мы впали в глубокое невежество и постепенно становились похожими на властителей. Став Homo sapiens, мы все превратили сестрей йог в двоек, потому что почти полностью отсоединились от духа. Дух был, и есть в каждом человеке, иначе мы не смогли бы передвигаться, и он заботится о функциях тела через нашу нервную систему, кровоток и так далее. Но это происходит автоматически, и это по сути все, что он делает. Мы ничего не сообщаем плероме, потому что даже не знаем, что являемся духом. Даже сегодня большинство людей, это два йог, душа и разум, с духовным потенциалом, как только они соединяются со своим внутренним я. Благодаря определенной информации, такой как ВПП и гностические тексты, последние, если их перевернуть, некоторые люди соединились со своей врожденной частью духа и божественным разумом. Гнозис, как раз это и есть, воссоединение с духом и разумом. Таким образом, те, кто проснулся, снова начинают отчитываться перед плеромой, возвращаясь к своему первоначальному состоянию три йог, однако несмотря на то, что все люди одухотворенные имеют подлинную орионскую душу и божественный разум, подавляющее большинство людей действует из своей искусственной души и сознательного и подсознательного разумов, которые являются частью матрицы. Они даже не действуют из своих подлинных два ока-источников, то есть подлинной души и божественного разума. Те, кто пробуждается сейчас, пройдут через решетку, став предшественниками для других, которые последуют за ними. Моя теория заключается в том, что орион пытается удалить из этой конструкции как физическую, так и духовную части группы человеческих душ. Духовная часть – это дух и божественный разум, а физическая истинная душа, созданная на восьмом небе Саваофом и потому не являющаяся вечной. Вместе эти части составляют нашего аватара, но огонь, который удерживает аватара вместе, – это орионская душа, и она физическая. Я думаю, что план состоит в том, чтобы позволить сингулярности произойти, а архонтам использовать наших аватаров для нападения на орион, чтобы распространить муки номы в этом царстве, чтобы они могли создать сумрак как на орионе, так и в плероме, потому что одна вещь влияет на все остальное. Мой контакт был совершенно уверен, что царь Ханы потерпит неудачу, а принц Эн. Лили и его михмах победят их. Таким образом, люди сингулярности уже будут на орионе из-за этого нападения. Остальная часть группы человеческих душ, не попавшая в сингулярности метавселенную, все еще находящаяся на земле, будет спасена и доставлена на орион. Когда все вернутся на орион, состоится суд, на котором будут судить архонтов и людей, работавших с ними. Те люди, которые искренне раскаются, будут приняты, потому что они воссоединились и интуитивно поняли, что в конечном итоге являются духом. Однако некоторые люди, скорее всего, не покаются из-за гордыни и неспособности признать какие-либо проступки со своей стороны. Они отправятся в адское измерение вместе с архонтами. В адском измерении, где отсутствует дух, архонты и следующие за ними люди, отключенные от своего духа, будут поглощать друг друга. Только после долгих страданий и боли, когда эти человеческие души будут уничтожены и съедены в адском измерении, осколки духа, прикрепленные к этим невежественным людям, вернутся сначала на орион и, в конечном итоге, в плерому. Выпуск группы человеческих душ произойдет не в матрице, а на орионе. В матрице мы можем уходить по одному и проходить через решетку, нам не обязательно уходить всем вместе. Но чтобы осколки духа Пистис и Геродамас, прикрепленные к людям, были удалены из физического царства в духовное царство, вся группа человеческих душ должна сначала соединиться со своей частью духа. После того как орион, будем надеяться, победит архонтов и они спасут всех людей, все еще находящихся на земле, останется много тех, кто еще не понимает, что у них есть высшая часть духа внутри. Когда все архонты, архонты и их верные люди поглотят друг друга, кенома, вероятно, будет поглощена и перестанет существовать. Орион однако будет продолжать существовать, пока все люди не осознают, кто они есть на самом деле, и не будут готовы отсоединиться от физического царства. Когда это произойдет, осколки духа всей группы человеческих душ будут извлечены и возвращены туда, откуда они пришли, то есть Пистис София и ее партнеру, Геродамас. В этот момент физические части нас и всех остальных в Орионе рассеются и будут поглощены Плеромой вместе со всем физическим в восьмом царстве. Физические части нас, которые будут уничтожены, это наши орионские души и любое потенциальное физическое тело, которое мы могли принять на Орионе. Зоя София также вернется в Пистис, и часть духа Саваофа тоже. Метавселенная и облако искусственного интеллекта, это всего лишь театрализация царства эонов в Плероме. В метавселенное облако эквивалентно облаку светил в Плероме, а Архонты наоборот становятся нами, людьми, возвращаясь к изначальному светилу в духовном царстве. Как наверху, так и внизу. Итак, дух, с которым мы родились, отделен от физической части нас, но также связан с ней. В последние времена, однако, физическая и духовная части нас снова разделятся, вернувшись к тому состоянию, в котором они были до того, как мы вошли в Орион и Кенному. Все возвращается к своему истоку. Вернувшись в Плероме, мы, скорее всего, останемся искрами духов светиле Геродомас, как и в метавселенной. Однако мы также соединимся со всеми остальными в гигантской духовной сети без ограничений, где сможем делиться опытом и быть творцами по собственному желанию. Это имеет смысл, поскольку все мы обладаем отдельными божественными разумами. В гностических текстах говорится, что мы останемся на Орионе на тысячу лет, произвольное число. На самом деле, Орион будет существовать после уничтожения Кенома и Архонтов столько, сколько потребуется человечеству, чтобы стать группой душ, способной снова вернуться домой, в Плерому. Конец книги.